День в день, час в час, минута в минуту, Радио Болтком Утро на Болткоме Ну что, пора нам, наверное, добавить гитарного рёва фуза в наш эфир Радио Болткома Гитарист и композитор Андрей Мельников в нашей студии появляется Здравствуйте, доброе утро Доброй ночи, извините Почему ночи? Потому что личность творческая, ещё не проснулся Я полагаю, ещё часов в пять, в общем-то Только физическое тело будет присутствовать, а ментальное Да, ну спасибо, конечно, за то, что вы мой чёрный утренний юмор понимаете Да сами такие Так что, ну было бы странно, если бы я как гитарист разговаривал о Барфе, да? Мне кажется, что это было бы глупо, поэтому единственное, чем я занимаюсь в этой жизни Может быть плохо не мне решать, но именно занимаюсь электрогитарой И что, ну ещё и акустикой, но естественно искажённой Но чисто акустика это не моё Вот чем отличается электрогитара от акустики и вообще, если здесь какая-то своя градация, что акустика, там, дескать, для Висбора и Бардов, а электрогитара для рокеров? На акустиках сейчас такие вещи вытворяют, что и электрогитаре можно дарм позавидовать Но на самом деле, давайте, Олег, представим И Александр, давайте представим, что, допустим, не изобрели электрогитару Мы лишаемся практически всего, что я люблю Я не знаю уж как вы, но начиная от Хенрикса и самой глобальной команды, на мой взгляд, всего мира, Лед Зеппелин И Депарпа у вас уходит, и Кримсона нету, и ничего нету, вообще ничего нету Остаётся акустическая гитара, слава богу, у Демиола на ней там какие-то свои риффы может играть Но когда, если начать хотя бы отдалённую историю, ведь сделали-то её для чего? Чтобы хотя бы можно было джаз играть Я был, слава богу, в американских джазовых клубах Они тоже надо увеличить громкость Потом я был в блюзовых клубах Что бы они делали, если бы они играли блюз на акустической гитаре Так барабанчик перебивает всех Сами понимаете И вот они начали рожать Причём это было ужасно примитивно Они брали просто микрофон и пытались его воткнуть в корпус Было так омерзительно Но когда я уже стал исторически копать Узнал, что аж в 1936 году было, 1928 год Первый усилитель будет для гитар То есть так давно это попытки сделать? Да, я был в шоке Я думал, что это Лео Фендер И это Рикенбекер сделал, по-моему, в 30-х А мы сегодня говорили про... Липола вчера Нет, мы говорили сегодня про то, что Боб Дилан в 1965 году Первую песню на электрической гитаре записал И гитаре записал Да, но это в 1965 году Да вы что? Какой 1965 год? Сначала взяли акустическую гитару Приколбасили туда микрофон Он начал свистеть Потом они начали изобретать какие-то патенты И потом кто-то додумался, что какой-то а-ля как звукосниматель Я забыл, от какого инструмента они воткнули По-моему, от фортепиана Что-то такое уже выучили снимать звуки Ну и слава богу, потом появился Лес Пол Знаменитейший Который пришел в свою фирму и сказал Я хочу сделать гитару с одного куска дерева И Гибсон сказал Нам это не надо Вы что? У нас такие красивые акустические инструменты В гробу маваться в белых тапках видели И тогда он подарил эту идею Лео Фендеру Лео Фендер, не будь глупцом Сделал дешевый инструмент с одного куска дерева И стал настолько крутым, что Гибсон потом позавидовал И стал тоже выпускать такие вещи В результате у нас в мире два эталона Это Фендер 51 года выпуска У меня такая была полный релик с этими ржавым железом Специальными язвами на грифе С ржавчиной Как сейчас помню 3300 евро она стоила Я потом ее выменял на такую Это называется Time Machine Машина времени серия То есть вы берете гитару Которая, например Она выпущена в 51 году Реальная гитара И полностью ее копируете Вплоть до того, что если какой-то пьяница Потушил об нее сигарету Они это дело воспроизводят Если они от старости выедаются лады Они выедают лады Если там ужасный материал на покрытии грифа Они делают такой же ужасный Вот у меня такой ужасный инструмент и был Который вот реально Это ручная работа, да? Ну это кастом шоп Это нет, это кастом шоп Это все делается, я так понимаю, вручную в кастом шопах Там за каждую гитару несет ответственность один человек Вот это Вы знаете, что такое кастом шоп? Что мне очень нравится Если у вас много денег Вы звоните или приезжаете туда На фабрику кастом шоп Например, Fender Или может быть Gibson И вам полтора года делают гитару или год Вы можете сами приезжать Или вам будут по WhatsApp Присылать фотокарточки дерева Которые они будут делать Все Любой каприз за ваши деньги Понимаете? Это очень интересная штука Но это похоже на автомобиль Ну вот Возвращаясь к электрогитаре Ну представьте, что никто бы не придумал А знаете, как дисторшн в принципе изобрели? Это грязный искаженный звук Без которого вообще Моих любимых рок-команд не было Просто при записи в какой-то студии Вон Евгений Наш звукорежиссер Он знает, что бывает Он только что мне сказал Чтобы я не перегружал микрофон Потому что он начнет Ну сами Не будем материться Да То же самое сделали на студии Один гитарист Чуть ли даже не выспол Но я не буду врать Потому что Я специально к этому делу не готовился Я подумал Приду И то, что мне в мою Утреннюю голову влезет Я буду рассказывать Так Извините Перегрузили по входу И пошли жуткие искажения Было очень неприятно Но один умный человек подумал А почему бы это неприятно Превратить в приятное Так появилась грязная гитара А потом уже Появились прекрасные люди Которые помогали Хендриксу искажать звук Роджер Мейер И так далее Фузы Так называемые фузы А уже потом Ну Имитация перегруженного усилителя Теперь вот в такой педальке Бутиковая может стоить Прекрасных денег И звучит великолепно И все Очень интересно Сейчас я задам Жутко Как сказать Неприличный вопрос Но я постараюсь Максимально Коллектно Сформулировать Кроме вас Кто самый великий гитарист В мире Нет Конечно Это очень приятно Как говорится Врут Но приятно Да Ну вы знаете 5-10 человек Ну естественно Мой любимый гитарист Всех времен Народов Это Джефф Бек Потому что Все остальные люди Плачут Когда его слушают Вот И мой Мой клавишник С которым Мой лучший друг Литовец Он оказывается 6 по-моему 6 мая Концерт был В Шетфилде Когда Джонни Депп Пришел Когда еще Не огласили Вердикт По поводу Эбмер Херт Вот И он попал В Англию На этот концерт Ему друг Мой тоже Знакомый Клавишник Тоже Оба литовцы Они И он ему Купил билет И он прилетел Я как узнал По хорошему Белой записью С белой завистью Захотел убить Своего лучшего друга Потому что Я на этот концерт Не попаду Ему уже Слава Богу Он просто В Латвию Не приедет Слишком Не знаю Ну хотя Вот видите Иногда Хорошие вещи В хорошие группы Приезжают Вот Мьюз Например Приезжал Фантастика Какая Там вообще Я такого звука Не слышал 28 лет После первого Концерта Пингфойда Ничего себе Сравнение Да 28 лет В Риге Такого звука Не было Не было Ни одного Такого звука Это концерт Варенья Вы имеете ввиду Да Варенья Мьюз Был 15-й год Дроны Дроны А они до этого Приезжали Еще лет за 10 Ну вот Я видел в 15-м году Я был на первом Как раз Вот И А в 88-м Или 9-м Я видел Пингфойда В Олимпийском Комплексе В Москве И Вот После этого Таких звуков Не было 28 лет В Риге За это я могу Ответить Просто Когда с первой Вещи Вся арена Начала Качаться в унисон Это Непередаваемое Ощущение Но Насколько Насколько Велика группа Которая 28 лет назад Так умудрилась Звучать А вот именно Здесь Это заслуга Группы Или заслуга Техников Которые могут Создать этот звук Это заслуга Денег Дайте мне Сколько же денег Я так же Буду звучать Потому что Вы даже не представляете Сколько там Ну сами видели Сколько там Фур Стоит около арены Когда приезжает Группа А-ля Вот А-ля Мьюз Но Фур можно Нагнать И как Металлика И как Мейбон И как Кто угодно Но если зал Не позволяет По своим Акустическим Арена не позволяет Но в арене Они прозвучали Это значит Великий Да кстати Это еще Великий звук Здесь вопрос У нас звук Где-то можно извлечь Хороший Ну вот В наших помещениях Или на открытых площадках Я не знаю Тот же самый Межапарк Открытая площадка Озвучивается легче Если Роллинг Стоунс Когда я видел Роллингов В Таллине Они Круглые Абсолютно Сферы Вешают из колонок Из сотен колонок Звук На улице легче Потому что Нету отражений Поэтому вам Никто Вот Евгений Улыбается Он говорит Что-то примитивные вещи Человек рассказывает Но для вас Это просто открытие Какое-то Да Потому что Извините меня Если вам возвращается Звук обратно от стен А если стены Еще металлические Вам никогда не приходилось В стеклянном доме играть Я чуть не застрелился Бассейн Стекло Еще и дребезжит Ой А отражения А отражения Они фазовые бывают Знаете Такие Которые Друг на друга Накладываются И звук превращается В тон Вы знаете Этот принцип Уничтожения звука В противофазу Если левый Правый канал Абсолютно Одинаковый И переворачиваете В фазе Все Ноль Звука Вообще нет Вот Кстати По этому Принципу Глушитель В автомобиле Изобрели Электронный Звуковой Я не знаю Почему до сих пор Не ставят Потому что Микрофон Снимает Из глушителя Звук Рычащий И посылает Его в динамик Перевернутый В противофазу И машина Едет тихо Настолько тихо Что приходится Изобретать Какой-то рокот Чтобы дети Могли слушать Что То же самое Что в электромобилях Сейчас Он вообще же Тихо работает Это очень опасно Лучше Поэтому специально На последней модели Ставят Запись Работающего Двигателя Чтобы было слышно Что-то Сначала Его уничтожим А потом Поэтому Харли От рок-музыки К физике А тут Джефф Бек Лучший гитарист А еще 5-6 Вот имен Ой Господи Но все сразу Скажут Хендрикс Это понятно Потому что Все кто Начинал играть После Хендрикса Изучали Сначала всего Хендрикса Тот же самый Небезызвестный Гениальный Просто виртуоз Я не имею ввиду Его музыку Которую играется Абсолютно одинаково Все альбомы От первого До последнего Купил первый альбом Больше не надо покупать Мальстим Но Но швед Швед-виртуоз Страшный Да Но он Он сыграл всего Паганини И всего Хендрикса А потом Сыграл всего Блэкмара Вот Значит Считаем Джефф Бек Алан Холсфорд Покойный Царствие небесное После которого Все гитаристы Уходят с 5-4 Вещи с концерта Потому что Слушать это невозможно Он настолько умный Я У меня лично Есть гитарист Очень хороший Гитарист Акустический Который был в Германии На его концерте Он не выдержал Больше 4-х вещей Я вам поставлю альбом Вы тоже Где-то через Скажете Через Вторую песню Нам за это не платят Но он разговаривает С Богом Но поскольку Я до Бога не долез Остался где-то На середине Этого пути Я тоже Я восхищаюсь Но Он Это человек Который на гитаре Хотел играть Как Коултрейн Он добился Круче Он такого добился Что я его Больше не ставлю Это уже Чувствовать себя Полной грязью Я лучше послушаю Какого-нибудь Примитивного идиота По сравнению с которым Я буду полугениальный Полудух Понимаете А у меня вот сразу Возникает вопрос Нет ли здесь Такого Параллель Вот с тонкими Ценителями Вина Которые там Вот Ну вот За там Полторы тысячи За бокал А простой обыватель Ему в общем-то Вот эти все тонкости Не Конечно Незнакомые Вы говорите Абсолютно Фу Кислятина Да Фу Кислятина Но на самом деле Сомелье говорят Что больше 30 евро За бутылку Там уже ребята Слепой тест Вам ничего Может не показать И бутылка за полторы тысячи Евро Она будет точно такая же Как за 40 Это я конечно Не классический Знаток Вина Но Сомелье Так говорят И сколько раз Было Извините меня Слепых тестов Где Какой-то Знаете этот анекдот Когда Армяне говорят Что ж такое С выставки едут Наш трехзвездочный Коньяк Занял второе место А пятьзвездочный Никакого А наливали С одной цистерны Понимаете Вот Ну это Это жизненная Это жизнь такая Ну ладно Не будем про вино У нас музыка Это очень похоже Для коньяка Слишком рано А сейчас Везде засилие Электронной музыки Компьютер Электронные звуки Что касается Ну такого Олдскульного Гитарного Исполнения Насколько Она сейчас Популярна Востребована Ой Всегда Всегда Я абсолютно Не Не сноб Я Восхищаюсь Электронной музыкой Есть образцы Великолепные Просто Электронная гитара Которая там У меня у самого Два гитарных Три гитарных Синтезатора Я люблю Какие-то там Звуки создавать Ну Не стандартные Но Все равно Все считали Раньше Что Чем электричественнее Синтезированные Три гитарных Какие-то там Синтезированные Мы Возьмем Так и он будет фантастически звучать и лучше чем усилители которые выпускаются сейчас классика не умирает если чистой гитару говорить возьмите какой-нибудь телефонкин 38 года и включить только только гнездо изобретите я лично такой эксперимент проводил включаешь в радиоприемник телефонкин ламповый там всего одна лампа по моему вот и гитара звучит как золото как серебро под фонит конечно потому что там зим с заземлением проблема никто же не думал что электрогитару туда включат но волшебные звуки вообще лампа сейчас уже 95 процентов умеют копировать лампу уже не надо лампу покупать то есть есть великолепные имитаторы много все таки пяти семи процентов они все равно не смогут ну просто удобнее работать даже марк но все раздраться из купил себе два одинаковых или три абсолютно одинаковых имитатор это такой же у меня есть горжусь как говорится да вот и он туда закачал коллекцию своих любимых усилителей и ездит вот такого двумя такими ему при приносят два на сцену один запасной извините металлика уж куда классические они у каждого стоит по 3 а почему по 3 а они жалуются при приключении какая-то миллисекундная задержка на нас не устраивает и значит у них там механические свечи грязный звук номер один раз потом нажал операторы вы же знаете у них под сценой сидят решетчатая сцена а все остальные обслуга которая переключает педали включает там сам они сидят под сценой и смотрят в мониторы мало того когда я был на этом 360 градусов металлики кстати звучали не вот в той же арене ужасно вот вот между прочим то же самое практически аппаратура не помню тоже мир саунд берут кажется но звучали они каши образно вот так вот вот что зависит от и звука режиссера а у меня сразу вопрос возникает ощущение такое что гитаристы они по сами по себе в одиночке вот ну то есть вот во-первых они больные люди вместо того чтобы заниматься нормальным делом махать топором на большой дороге грабить банки я учился играть на гитаре зачем спрашивается зачем сейчас гитара в такое тяжелое время это чертова пандемия все остальное не будем говорить про политику кому сейчас принципе музыка нужна только тем кто остался ярые фанаты потому что огромное количество информации ты лучше возьмешь классический какой-то альбом поставишься зачем тебе слушать новую музыку какой-то идиот приедет и будет играть свои вирши ну что это такое я учила 0 джеберин посмотрю там послушаю все зачем вызову видите что творится в интернете сплошные каверы сам сам или не можешь или не хочешь ничего сделать играешь ли джебер сколько уже каверов на рецеперин сколько и женщины поют и девушки и дети сколько сделали версии отель калифорния даже евреи сделали в пейсах видел лично понимаете я слышал грузинскую какую-то а что получается причет приходит на концерт каким-то своим любимым монстром фанат его насильно заставляют слушать новая потому что он играет на тот же самый пинг флойд я приезжал это был промоушен звука деликатный звук грома 887 какой-то седьмой год забыл до восемь седьмого года момента релакс да вот это вот такое я забыл они сыграли первую вещь какую шаймана кризи дайма самая великая вещь это вы приходит одна из самых я плачу когда я слышу я пытаюсь вспомнить и понять вы упомянули еврейских музыкантов это те которые в иерусалиме на улице играют нет нет в концертном зале а играли потому что уличные музыканты вами описаны они гениальны им не надо ничего своего пожалуйста сочетать вообще про уличных музыкантов я не говорю я говорю вот представляете вот у пинг флойд играет первую вещь которую знают все а потом играет новый альбом ему надо его показать потому что люди нигде его не услышат и только потом через 45 минут когда они по честному отработали первая вторая номер третий номер четвертый все дела они потом начинают играть хиты и говорят слава богу то же самое то же самое кинг римсон был любая команда работает по этому принципу она сейчас уже полегче потому что теперь уже никому не надо ничего доказывать потому что все в интернет зайдут но слишком опять же интернет слишком много информации рейман зары кстати говорил что я пришел на концерт rolling stones говорит вот это даст дорс да да вот он говорит что играют они i can get no satisfaction публика только начинает свой новый альбом какой-нибудь идут все пить пиво да 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 его когда спросили я не я не испытываю никаких комплексов что люди хотят слышать light my fire да да я понимаю что я написал кучу вещей после но они хотят вот старые будем откровенны то же самое справедливое и для пинк флойд и для тоже самый металлики для депишмо ну кому интересны последний их альбом ну серьезно да если если пару клипов только вспомнить можно там к там когда они в разные места это депишмо переезжает тогда ты эту вещь запоминаешь и и опять же вот мы сталкиваемся опять с огромной проблемой нету у тебя видеоряда до свидания все если тебе не дали денег и гениальный режиссер не снял тебя с оголенной задницей плавающий в тонне дерьма на фоне на фоне ледникового периода то тогда вам в 16 раз труднее донести какую-то несчастную вашу мысль о том что не все в жизни надо каверы играть слушайте мне кажется что нам нужно будет уже переходить к музыкальной части потому что мы не успеем тогда послушать гениальные в общем то вещи андрея мельникова а я хочу сказать что 9 19 числа будет квартирник где можно будет продолжиться разговор о судьбах музыки а гитарных а да меня просили сказать организаторы что по моему пришел то да если человек пять или восемь решит послушать мою гитару то это будет в театре стадия на герд трудос и билеты по моему май тикет я даже не уточнял но найти будет 19 числов 19 часов андрей мельников они выпьют обязательно перед тем как прийти такую музыку надо все-таки слушать не совсем трезвым ну и что мы сейчас это та композиция которая была помечена это очень красиво до последняя вот которая пошла последний потому что ватсап почему-то не дает название у меня она названа я присылаю она она называется треснувший циферблат мне это образы какие-то ради родились тогда что-то песок сверху если он буду рассказывать свои образы на это никаких денег все равно не хватит я уже пытался снимать ну что давайте послушаем гитарист и композитор андрей мельников спасибо огромное а у нас все да улью я даже не заметил ничего слушайте радио болтком